Да. Из онлайн-сервиса екапуста.ру звонок. Меня зовут Орлоп Александр Олегович. Александр Владимирович, знаком вам? Да. А возможность есть его в телефон пригласить? Это я. Александр Владимирович, звоним вам по факту за долг. Сумма к оплате на сегодняшний день 48 363 рубля. Когда планируете рассчитываться по долгам? Льё капуста? Да. Не припоминаю. Точно? Уверены? Уверены? На основе ничего уверены. Так точно. То есть вы хотите сказать, что не оформляли займ? Утверждать окончательно не готов, но ни одного документа не увижу у себя. Екапуста, я бы запомнил. Вы обещали оплачивать. Да ладно. Не оплачиваете. И всё, и всё, только вот это у вас есть? Вот этот аргумент, только обещание моё? То есть вы хотите сказать, что вам не перечислялись денежные средства, вы не фотографировались с паспортом? С каким ещё паспортом? С листком Е-Капуста, вы не фотографировались. С листком Е-Капуста? И тем самым обозначаете это аргументом. Вы мужик, мужчина, голос, во всяком случае, мужской, я слышу. Вам самому не стрёмно там фотографироваться с листком Е-Капусты? Что в голове? О пилке или та капуста? Нет, ну правда. Нет, самому не стыдно, а? Я, говорит, из Е-Капусты, вы сфотографировались с листком от капусты, и вы мне теперь должны. Да, 230-й федеральный закон, вы тем самым будете нарушать очень... Ну что? Вы брали денежные средства в коммерческой организации, и отказываетесь... Да не может нормальная организация назвать себя Е-Капуста, это стыд и позор. Точно так же, как не может человек работать в такой организации. А вы взять деньги можете? Конечно могу, могу. А чего уйотов-то не брать? Вы отказываетесь возвращать, и это факт. Ну, факт должен подтверждён быть какими-то, знаете, весомыми подтверждениями. Ну, короче, он слился, друзья мои. С листком... Вы сфотографировались с листком от Е-Капусты. Я просто, знаете, не знаю. Наверное, многие из вас там заливаются сейчас от смеха. Вы сфотографировались с листком от Е-Капусты и с паспортом, и теперь вы мне должны деньги. Ой, ну что-то в голове, ну правда. Да, вот нет, ну ладно, эти, которые там дают эти деньги, и потом предполагают, что им их должны отдать. Ну, то есть хозяева этой всей ситуации. Понятно, что у них такое нездоровое чувство юмора назвать себя Е-Капустой. Ну, вот этот вот персонаж, который на обзвоне, явное дело нанятый сотрудник, там, колл-центр какой-то. Это что вообще? Вот он сам себя не слышит. Я всё время им говорю и вам тоже, вас спрашиваю. Друзья мои, вы как к ним относитесь? Это что за персонажи? Ой, ну спасибо. Спасибо этим ребятам, именно благодаря им растёт наш канал. Растёт число подписчиков, уже больше 22 тысяч. Я хочу её сфотографировались с листком Е-Капусты. А кто-то этого боится, для кого-то это аргумент. Это что? Это ещё меньше мозгов, значит, у людей, которые считают это аргументом. Ребята, включайте голову. Я сейчас обращаюсь к тем, кто думает, что они правы, эти козлы из Е-Капусты. Одно только название. Даже ПМС Финанс рядом не стоит, вот с этим Е-Капустой. Онлайн-займ. Вопрос ни о чём. Кто-то, где-то, кому-то прислал деньги. Спасибо, до свидания, надо сказать. Вот и всё. Понравился, если вам ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь. Вся информация здесь у нас в описании ролика. Посмотрите. Пожалуйста, нажмите кнопочку поделиться. И поделитесь в соцсетях этим роликом. Пускай ваши друзья, знакомые услышат, узнают о нашем канале. Пускай таких людей будет как можно больше. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка тоже в описании ролика. Если кому-то нужна юридическая защита, посмотрите видео на нашем сайте. Ссылка в описании ролика. И сделайте всё по инструкции. С вами был Кузнецов Дмитрий. Я вам желаю счастья, здоровья, побольше смеха в этой жизни. Позитива. Проблем нет. Проблемы только в нашей с вами голове. Если мы захотим, эти все проблемы выгоним с головы. Я ставлю место только для радости. До свидания. Удачи вам.